Здравствуйте, уважаемые коллеги! Снова в России сложные времена и снова актуальны вопросы о налоговых последствиях вне исполнения договора. Прежде всего, следует отметить, что ситуация 2020 года отличается от предыдущих кризисов тем, что эпидемия коронавируса признается форс-мажорным обстоятельством. Это означает, что если ваш партнер нарушил обязательства вследствие развития в России эпидемии коронавируса, то он не будет обязан возмещать ущерб, выплачивать штраф и неустойку под договор. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что он должен обосновать причину следственного связи, что нарушение связано именно с эпидемией. Вместе с тем, если ваш контрагент не исполнил обязательства, никто не запрещает вам договориться о расторжении договора. При расторжении договора возникает необходимость вернуть аванс, либо иногда вернуть товар. Рассмотрим налоговые последствия. При возврате авансов необходимо сделать корректировку в учете. После этого происходит вычет НДС у продавца, который был ранее исчислен по полученному авансу. Восстановление НДС у покупателя также происходит на основании корректировочной записи и соглашения между сторонами. Если необходимо вернуть товар, то также происходит вычет и восстановление налога на добавленную стоимость. У продавца происходит вычет НДС по корректировочному счету фактуры. Необходимо при этом составить именно корректировочный счет фактуру. На основании этого счета фактуры также происходит восстановление НДС у покупателя. Иногда возникает вопрос о новации обязательств. Как таковых налоговых последствий инноваций не существует. Необходимо разбираться в чем заключается эта новация. Если новация, как обычно это имеют ввиду, заключается в прекращении прежних обязательств, установлении новых обязательств, то для прекращения обязательств необходимо применять те налоговые последствия, которые мы с этим связаны. Например, это опять же возврат аванса, возврат товара. Ну а для новых обязательств применяются новые налоговые последствия. Продолжение следует...